Итак, добрый вечер еще раз, уважаемые слушатели. Сегодня у нас семинар, мастер-класс по теме сторис и в табло. Многие, может быть, действительно термин сторис чаще ассоциируются с социальными сетями, но в данном случае речь несколько о другом. Табло – это специализированный инструмент для бизнес-анализа, для анализа данных и визуализации данных. В рамках нашего центра идет постоянно курс по табло, его использует огромное количество компаний для анализа имеющихся в их распоряжении данных о пользователях, о продажах, о складах, о билетах, о чем угодно, лишь бы это было выражено в каких-то цифрах. И, как правило, в большинстве случаев людям не дано в большом наборе цифр увидеть какие-то закономерности. И для того, чтобы эти закономерности как раз-таки в цифрах рассмотреть, необходимо использовать какие-то инструменты визуализации данных. Когда мы берем большой набор данных, представляем их в виде некого какого-то итогового выражения, затем показываем их и открываем в формате какой-то диаграммы, гистограммы, в формате какого-то отчета, графика или какого-то плашечек или разных других форм визуализации. И это помогает нам увидеть в данных, за данными, то, что стоят какие-то закономерности, связи какие-то между ними, корреляции, дискорреляции, какие-то инсайты мы можем открывать. И, глядя на полученные результаты, мы можем выполнять сегментацию, то есть разделять наши данные на какие-то группы, которые характеризуют тот или иной сегмент наших пользователей, клиентов или, может быть, товаров или еще чего бы то ни было. И все это называется бизнес-интеллигенс, бизнес-аналитика. Целая группа программных продуктов в этой области существует, среди них много очень известных, таких как Табло и, например, Microsoft Power BI, это лидеры рынка. Вот сегодня как раз наш мастер-класс касается программы Табло. Меня зовут Васин Яков Михайлович, обо мне можно подробную информацию найти на сайте специалиста. Я в рамках нашего центра веду более 15 курсов, преподаю более 15 лет, у меня большое количество различных сертификаций и также хочу анонсировать наш курс в Табло, который будет у нас в субботу ровно через неделю. Спасибо. 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 Табло. Традиционный семинар у нас идет 45 минут. У нас с вами основная часть будет посвящена моей небольшой презентации как раз по этой теме. По окончанию с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вопросы можно задавать также и по ходу семинара, если появится возможность, я на них тоже постараюсь обязательно ответить прямо по ходу презентации. А если нет, то в конце мы обязательно уделим время ответом на вопросы. Итак, речь идет о продукте под названием Табло Десктоп. Табло Десктоп – один из программных продуктов, выпускаемых компанией Табло. В рамках именно этого продукта ведется основная работа с анализом данных, потому что продуктов у компании Табло на самом деле много. И вот как раз тему сегодня мы с вами попробуем на практике разобрать. Если у кого-то есть возможность или желание, вы можете самостоятельно скачать и установить себе Табло на компьютер. В настоящий момент единственное, что понадобится, скорее всего, для того, чтобы скачать простой VPN, потому что, как вы видите, вот это сообщение говорит о том, что IP-адреса из России сейчас просто для загрузки блокируются. Это никак не влияет на работоспособность самого продукта. Это связано с другими совершенно вещами, вы знаете, с какими. Программа работает, полноценно работает, полнофункционально. В частности, вот я сейчас запустил свою версию Табло, последнюю, какая есть на сайте Табло 2022.2.2. И попробую на примере какой-нибудь стандартной демо датасета какого-то, который встроен в Табло, показать вам этот инструмент под названием Stories. Итак, смотрим на три дефолтных датасета, которые Табло включает в себя по умолчанию дефолтные из комплекта, то есть из коробки. Это SuperStore, это датасет, который, как очевидно по названию, связан с каким-то магазином, то есть он будет интересен тем, кто занимается так или иначе продажами, чего бы то ни было. Соответственно, Regional, как правильнее его произнести, не знаю, это какой-то географический набор данных, связанный так или иначе с какими-то определенными характеристиками различных регионов по каким-то показателям. Это World Indicators, это индикаторы огромного, известнейшего, крупнейшего датасета, который является открытым. Это датасет по всем мировым показателям, которые публикуют под эгидой ООН, мне кажется, или кто-то еще там, какая-то организация. Это показатели по народу населения, по демографии во всем мире, по показателям производства и так далее. Валовый продукт, все то, что может интересно быть тем, кто занимается геополитикой. Я в качестве более частого примера возьму SuperStore. Он, как правило, ближе подавляющему большинству наших слушателей. И сейчас кратко буквально скажу, что мы здесь видим. Это некий датасет. Здесь представлены какие-то данные по каким-то продажам. Мы не будем в них сейчас подробно разбираться. Нам достаточно с вами табло у меня по каким-то причинам сбойнуло. Секунду, я его еще разок запущу. Вот оно запущено. Оно оказывается просто перескочило на другой экран. Еще разок его открываю. Итак, данные по продажам каких-то товаров определенного характера. Здесь в табло, как и во многих инструментах визуализации, есть три базовых понятия. Первое понятие – это сам отчет. Он называется «лист данных». Если переводить это на русский в табло, в данном случае вот один из таких отчетов я открыл. Вот еще один отчет, только другого несколько характера. Это один лист, на котором представлены какие-то данные. Второй формат, который мы можем использовать для визуализации результатов своей работы, это может быть какой-то дэшборд. Дэшборд – это всем хорошо знакомое понятие, что-то вроде приборной панели, на которой мы можем демонстрировать какие-нибудь интересные коллекции отчетов. По сути дела, дэшборд – это один большой лист, на котором представлены одновременно сразу несколько отчетов. Как вот мы видим в данном случае сейчас, термин «дэшборд» мы видим вверху. И третий формат называется он «Stories». Это способ представления данных, альтернативный дэшборду. Когда мы с вами собрали большое количество разного рода отчетов, дэшборд пытается все их представить сразу нам, или как минимум выборочно мы берем несколько отчетов и выкладываем их на один лист, как в данном случае сейчас, мы видим с вами формат дэшборда. Вот так вот он выглядит. В чем плюсы дэшборда? В том, что необходимые данные все на одном листе представлены, их видно сразу. Они доступны для… с ними можно работать как с фильтрами, то есть можно использовать какие-нибудь, например, сортировки, можно выбрать какие-нибудь фильтры, которые позволят нам акцентировать внимание на каком-то сегменте, например, на каком-то показателе и так далее. Это удобно, когда вы презентуете какой-то вывод, результат своей работы исследовательской, аналитической заказчику, но одновременно у этого инструмента есть масса недостатков. Так, например, показать на дэшборде какую-то некую сложную логику рассуждений, например, вы провели действительно какое-то исследование, проанализировали какие-то показатели, вывели через какую-то цепочку, череду каких-то отчетов, какую-то закономерность выявили, можете ее доказать с цифрами в руках и с отчетами, и, соответственно, предлагаете еще и какой-то вывод, какой-то набор действий, которые бизнес может предпринять для того, чтобы улучшить свои показатели. Я еще раз напомню, улучшить показатели – это снизить затраты, как правило, или увеличить доходы. В большинстве случаев именно это приводит к увеличению показателей эффективности. Вот дэшборд для такой задачи чаще всего не подходит. Во-первых, множество отчетов вывести на одну приборную панель будет мельтешение, практически в них ничего не разберешь, они будут очень мелкими, их будет неудобно читать, в них действительно ничего не поймешь, к ним невозможно будет добавить какие-то внятные, понятные описания, в которых вы бы хотели рассказать саму логику принятия какого-то решения, анализа вашего. И в этом смысле дэшборд, как один лист с большим количеством отчетов, он проигрывает в другой форме представления данных, которая нам всем очень хорошо знакома под названием PowerPoint. То есть простая презентационная форма, в которой вы выводите не один какой-то лист, на который собираете все отчеты, а разделяете ваш каждый отчет, который какую-то отдельную идею показывает на отдельные листы и превращаете это все в последовательность листов, которые показывают логику ваших рассуждений. На каждом листе можно акцентировать внимание только на одном отчете. Последовательность этих отчетов показывает вам некую историю и позволяет рассказать от первичной гипотезы ваше предложение до последовательности шагов каких-то исследований и выводы. То есть, по сути дела, представить какую-то презентацию. Это и называется в терминологии табло стори. Поэтому мы как раз сегодня попробуем глянуть хотя бы одним глазком на то, как создается стори. Вот в данном случае я сейчас открыл дефолтный датасет, и здесь как раз дэшборды есть, отдельные отчеты тоже есть, а вот готовых сторис мы здесь не видим, что как раз-таки частое явление на самом деле сторисы стоят того, чтобы их включали в обязательном порядке в любую логику при презентации, повествовании результатов работы аналитика заказчику. Давайте попробуем посмотреть, сейчас не вдаваясь в детали, хотя бы как создается простая стори. Для этого есть специальная кнопочка, это можно сделать несколькими способами. В табло вообще любую операцию можно выполнить разными способами. Во-первых, под стори есть отдельное меню вверху, и есть специальная кнопочка создать новую стори внизу. Давайте я сейчас пока не погружаюсь в сам датасет, чтобы не тратить время на разбирательство с данными, попробую накидать несложную какую-то сторис, используя те отчеты, которые уже были сформированы в этом демо-датасете. Во-первых, сначала стоит обратить внимание на лей-аут. Это расположение элементов. Здесь есть, во-первых, вот это верхнее меню, которое будет, по сути дела, навигатором по нашим листам. Мы можем его представить в виде номеров, в виде точечек, в виде стрелочек, либо в виде полноценных таких превьюшечек, которые могут держать довольно расширенное описание. Я сейчас вас ограничу с номерами. Кроме того, как и в дешбордах, мы здесь будем создавать, точнее мы создаем нашу презентацию, нашу стори под какой-то размер экрана. Который мы собираемся, предполагаем, использовать. Это может быть какой-то готовый шаблон. Ну, например, под, допустим, десктоп, или под планшет, или под даже какой-то, например, смартфон. Вот здесь большой набор готовых шаблончиков. Я в качестве сейчас адлюстрации попробую взять сначала, например, десктоп-браузер, допустим. Это формат десктоп-браузера. Можно сделать автоматический режим, и тогда автоматический режим займет весь видимый размер экрана текущего устройства, на котором я собираюсь все это сделать. А можно, как я уже сказал, выбрать какой-то дефолтный шаблон, в частности, например, под какие-то определенные типы устройств. Если выберем, например, какой-нибудь из... Сейчас посмотрю, какие тут у нас есть варианты. Достаточно большой список, но, например, блок embedded, допустим, может быть похож на как раз то, что обычно, как правило, мы можем видеть на планшетах или на смартфонах. Есть и другие форматы, вот такие более вытянутые, более пригодные для просмотра на смартфонах и так далее. Выберу сейчас пока автоматический под свой размер экрана. И слева представлены все отчеты, которые ранее были скомпонованы, сформированы мною вот здесь, внизу. Ну, я их не делал, это делали разработчики датасета. Я поэтому лишь посмотрю на них, превьюшечки помогают сориентироваться, и буду выбирать их простым способом, drag and drop или двойным кликом. Пытаюсь сформировать пошаговую презентацию. Первая стори, вторая стори, автоматически появляется второй листик. Затем я хочу перескочить через вот этот отчет, показать вот этот. Это будет у меня третий лист моей презентации. Затем я добавлю вот этот четвертый отчет. Коснусь темы предсказания, в конце концов. И затем, что если предсказание сбудется, например, выберем такой вариант. Получилось у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть листов. Я могу переименовать мою стори либо вручную, либо переименовать сам лист. Например, это презентация прогноза продаж, например. И тогда у меня автоматические названия моего стори поменяются. Далее я могу добавить к моему сторису какие-то некоторые дополнения. Здесь есть возможность добавить, например, простые текстовые какие-то описания в виде отдельной панельки. И можно скрыть или отобразить заголовок. И в целом это, наверное, все. Кроме того, что еще в зависимости от того, какой отчет я вывел на лист, такой еще и дополнительный хайлайтер появится справа, как сейчас, или какой-то фильтр в зависимости от того, что было настроено в исходном отчете самом по себе, который вот здесь ранее были созданы разработчиками датасета. По сути дела, если я сейчас открою в режиме презентации полученную мою стори, то я смогу пошагово продемонстрировать прямо в режиме, как будто это презентация, мои отчеты последовательно, рассказать про каждое из них что-то, остановиться, может быть, сделать какие-то выводы, если нужно, добавить какие-то текстовые описания на нужные мне листы. Как я уже показывал, здесь есть такая опция, как текст описания данного отсчета. Здесь может быть какой-то комментарий дополнительный куда-то, я могу его поместить в зависимости от того, какие у меня цели. И в конце наверняка я еще могу сделать какой-то вывод, какие-то слайды добавить, которые будут выводами. Не буду сейчас заниматься редактурой самих листов, попробую показать, что может получиться в результате. Мы можем файл использовать Save As или Export, As PowerPoint, Export As PowerPoint, выбрать опцию экспорта всей истории, сохраним ее куда-нибудь в нашу папочку, затем мы ее, эту папочку, то, что мы сохранили, откроем. И это откроется в формате уже всем хорошо знакомого PowerPoint, потому что расширение у этого файла по .ptx. Здесь мы можем дальше уже по стандартной схеме работы с PowerPoint, попробовать поиграться с дизайном, например, взять и поменять, например, дизайн презентации, сделать ее какой-нибудь более симпатичной по нашему усмотрению. Вот, например, такой, допустим. Или вот такой, например. Хорошо, ставлю вот такой. Здесь же можно уже с помощью средств самого PowerPoint добавить какие-то слайды с какими-нибудь выводами, например. Например, положим, здесь будут у нас выводы, здесь у нас будет какой-то текст выводов, например, добавить нужное количество слайдов, добавить, возможно, какие-то еще слайды с дополнительными иллюстрациями, может быть, из внешних каких-то систем. И дальше нам остается сохранить наш файл презентации, и вуаля, все то, что мы в Tableau делаем, презентуем в формате вот таком, мы то же самое можем сделать, передав наш PowerPoint-файл нашему заказчику уже только в формате презентации. Презентацию, как вы знаете, можно также сохранить, и как PDF, например, чтобы удобнее было переправлять, например, пересылать этот документ, и в формате PDF это тоже будет доступно заказчику. Соответственно, вот наши листы в формате PDF. Таким образом, как вы видите, можно буквально за несколько минут, буквально в несколько кликов собрать довольно приятную презенташечку, в которой вы сможете с помощью которой заказчику презентовать ваш процесс логических рассуждений по какому-то вопросу, процесс, как правило, проверки гипотезы в большинстве свое, показать это в довольно приятном формате. Собственно, опять же, в виде презенташки какой-то, например, как вот сейчас я открыл в режиме презентационном свой PowerPoint. И в отличие от того же дэшборда, скорее всего, такой вид презентации будет намного лучше понят, намного больше вызовет вопросов по делу. Чаще всего будет восприниматься как нечто более профессиональное, потому что оно рассказывает историю, а люди очень любят слушать истории, смотреть на один лист, на котором собрано сразу в кучу все, что человек должен в кино узнать, как правило, не вызывает таких эмоций, как последовательность просмотра истории. Обратите на это внимание. Stories – это действительно очень ценный инструмент для донесения ваших мыслей, идей до заказчика. Вот что я бы хотел показать. Сейчас подошло время наших традиционных вопросов. Я готов на них ответить. Можно задавать? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, я вижу на боковой панели вот эти настроенные отчеты, и вы неоднократно говорили, что эти данные собирают программисты. Я правильно понимаю? Нет, нет, это не программисты. В данном случае я просто использовал уже имеющийся дефолтный датасет. Это не программисты делали, это делали как раз аналитики, которые просто для того, чтобы люди, которые впервые установили себе табло, могли иметь возможность хотя бы с ним попробовать поиграться, посмотреть, какие возможности он предоставляет. Эти так называемые дефолтные датасеты, они помогают, не создавая свои собственные сложные отчеты какие-то, сразу же взять и посмотреть, какие возможности по построению отчетов есть у табло. И делают это обычные как раз-таки специалисты-аналитики. Вот, например, в рамках нашего курса субботнего, который у нас будет, мы как раз именно в течение дня проходим все эти этапы, начиная с работы с подключением датасорса, работы с исходными данными, затем мы сами вот создаем такие же или около таких же отчетов, затем мы точно так же формируем некие дашборды, которые как раз-таки вот пример здесь показан, и уже потом создадим в конце точно так же сториз. Просто вот как раз эту тему я взял как отдельную часть нашего сегодняшнего мастер-класса. То есть, в принципе, табло – это работа с данными, плюс вычислительные все функции, правильно? Да, способ визуализации данных очень простой и очень удобный, не имеющий действительно аналогов по именно возможностям визуализации, безальтернативным практически. То есть, закачав, грубо говоря, туда данные, исходники какие-то, здесь можно сделать не только вычисления, вычисления он делает? Да, конечно. Можно вычислить любые показатели, можно их отфильтровать, отсортировать, сегментировать, множество операций. То есть, он обладает… А данные туда как поступают? Загрузка? Вот, мы сами их подключаем с помощью функции Data Source. Это наши могут быть любые экселевские файлы, это могут быть какие-то файлы в формате CSV, DSV, неважно. То есть, любой более-менее популярный формат исходных данных, в которых хранятся цифры, или это могут быть даже базы данных, здесь их список огромный, можно использовать коннекторы дефолтные, которые есть у Tableau для подключения к каким-то базам данных, если данные хранятся у вас там, и у вас есть к ним доступ. И тогда Tableau точно так же будет работать, как инструмент визуализации, не только содержимого вашей базы данных. То есть, грубо говоря, можно подключить базу данных, оттуда указать, какие параметры брать, допустим, таблицы и поля, да? И данная… Не знаю, как программа… Как правильно назвать? Да, программа. Данная программа их вытаскивает и производит те операции, которые, ну, ты хочешь с ними сделать. Да, так и есть. Система она их визуализирует. И может создавать, ну, вплоть до выгрузки презентаций. Ну, вот стори вот эти вот, да, создавать. Да, либо дешборды, либо презентации, совершенно верно. Угу. Ну, в принципе, функционал мне более-менее понятен. Угу, хорошо, да. Конечно, возможности, на самом деле, у Tableau намного шире. Сейчас мы только так, скажем так, упростили чуть-чуть, но вот перечень, который вы озвучили, совершенно правильный. Это возможность, во-первых, подключить любые, причем неограниченное количество исходных файлов, исходных данных, собрать из них любой отчет, используя, соответственно, поля, которые в этих данных содержатся. Tableau их автоматически структурирует. Вот здесь, в данном случае, мы видим перечень имеющихся таблиц в том датасете, который сейчас я использую, со всеми показателями и параметрами этого датасета. И дальше уже, соответственно, с ними можно делать все, что угодно. Визуализировать, опять же, вот буквально я вам прямо сейчас в три клика показал, как создать какой-нибудь простенький отчет, например, представить данные в каком-то формате. Правда, весь вопрос в том, какие это данные исходные, но Tableau помогает очень быстро подобрать и формат представления, что является, как правило, главной проблемой, потому что не всегда очевидно, какой именно вид представления данных будет удобен и понятен человеку при таком-то наборе исходных параметров и показателей. Tableau в этом смысле имеет интеллектуальную, вшитую под капот логику, которая на основе алгоритмов машинного обучения прогнозирует, что именно, как лучше показать эти данные из тех, которые вы исходно предложили ему, как их лучше визуализировать. Он сам подбирает формат отчетов, как вот я только что показывал, видов отчетов здесь огромное количество, но каждый раз он, как вы видите, открывает только те из них, которые для именно этого набора данных и показателей будут наиболее логично, целесообразно выглядеть и так далее. То есть в этом смысле опять у Tableau за счет вот этой логики нету конкурентов, альтернатив. Ну это и плюс и минус, честно говоря. А динамику? Динамику здесь можно отражать? Ну вот прямо... Да, конечно. Не просто динамику, не графическую динамику я имела в виду. Если взять, допустим, пузырьковую диаграмму, да, ну к примеру, и двигая курсор, ну как называется, да, вот смотрите, у вас сейчас пузырьковая диаграмма, есть ли в данном, да, вот, вот это то, что да, я спрашивала, то есть у нее такая возможность есть. Грубо говоря... Вот вам, пожалуйста, динамика по данным случаям, по месяцам она идет. Угу, вот я это хотела удовольствовать. Тут можно скорой, тут, правда, по-моему, года, а не месяца, можно поэтому, если года поменять на месяца, то, соответственно, или на кварталы, то картинка станет еще более интересной. И можно управлять скоростью изменений. Ну не суть, вот у меня этот вопрос был, я знаю, что эти поля, в принципе, они настраиваемые. Там что задашь уже? Да, такой формат отчета очень простой, да, он очень быстро делается. Да, и он достаточно такой интересный, информативный. Ну, в принципе, у меня по большей части вопросов нет. Угу, спасибо вам за вопросы. Да, вам спасибо огромное. Приятно было сегодня, пусть и небольшим нашим коллективом, провести этот мастер-класс. Хочу напомнить, что у нас в субботу будет курс сочный по этому направлению, а также в воскресенье еще будет в формате открытого обучения. Приглашаем к нам на другие наши курсы, на другие наши мастер-классы записывайтесь. Они у нас проходят регулярно на сайте специалистов нижней плашечки в подвальчике. Можно найти ссылочку на мастер-класс, и вы там найдете всю информацию по ним. Спасибо огромное. Спасибо еще раз, да, что были с нами в этот дождливый вечерок у нас тут. И, да, ждем вас. Спасибо, да, до свидания. До свидания.